Далее, значит, вольно-невольно придется вставать. Почему? Потому что я сейчас расскажу, как я буду делать обрезку. Ой, 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 ой. Иногда кажется, неужели последний год, сколько ж мне можно-то, когда ж я отдохну-то. Вот, я умудряюсь зимой еще работать. Но зимой в саду я не делаю ничего, подчеркиваю, ничего. Это мой принцип. Как получилось вот такое загущение. Вот. И почему я это дерево называю маточным. Видите, у меня в руках секатор. Вот он. Вот он. И сейчас, когда, может быть, даже при вас начну резать. Мне надо по-другому. Мне нужен помощник. Так, где его взять? Он бы камеру держал. Я бы вам столько интересного рассказал. А когда в руках еще камера, это еще трясется. Ну, давайте посмотрим. Вы думаете, я помню? У меня вообще памяти нет. О! Абрикос поздний пианистов. Один из шедевров. Один из шедевров. Итак, уже ему четвертый год. Так, видите, какой красавец. А уже на третий год я его использовал как платочное дерево. Обратите внимание. Вот видите, где-то синенькое. Вот тут синее. 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 Вон, вон синенькое. Сейчас, простите, я не отключаюсь. Просто... А, слушаю, дочка. Да, а что не так? А я фильм снимаю. И вообще обрезкой занят. А, ну, то, что ты беспокоишься, мне приятно. Спасибо. Все, все нормально. Пока. Так, ну, был момент, когда все напугались. Сейчас, вот, я после этого момента уже всем говорю. Ребята, вот сейчас, видите, черенки срезаны. Но все они уже проданы. Сейчас я попытаюсь. Так как этот сорт абсолютно уникален. Вот, это принцип такой. Одно дерево на всей планете, оно сейчас есть в черемушках у пианиста. А второе дерево, вот, перед вами. Я не мог вырасти 10-20. Нет ни сил, ни времени. Самое страшное, нет места. Посмотрите, с какой густотой растут. У меня впереди проблема. Это абрикосы, абрикосы, абрикосы. Там персик, персик, персик. Вот. И вот это страшная проблема, что эти абрикосы придется брать топор и вырубать через один. Я еще не знаю, какие. А пока, ну, этого пианиста я уже вырубать не буду. Даже не сомневайтесь. Вот. И теперь смотрите внимательно. Я делаю обрезку. Сейчас. Я уже приглядел. Ага. Я вроде все срезал. И уже этих черенков нету. Но это уникальная вещь. И смотрите, что я буду делать. Во-первых, обрезка называется... Ну, будем считать, что учеба началась. А то все. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Обрезка началась. Учеба по обрезке. Значит, есть и я. Вот здесь. Вот он я дошел. Как-то проглядел, уже давно его не было. Вот. Вспомните, ажиотаж был. Небольшой, правда. Вот эта ветка. Ну, сантиметров 90. Прекрасная. Если я тут отрежу. Вот тут, да? Не, ну, остается несколько почек. На следующий год она даст 2, 3, 4 веточки. Но они уже на прививку будут негодны. Я сейчас покажу, какие они будут. Смотрите. Они будут вот такие. Поэтому я что должен делать? Внимание. Я должен сделать кардинальную обрезку 2, 2, 3 веточку. То есть, внимание, идем сверху. Итак, эта ветка приглядел. Но, чтобы у меня на следующий год была хотя бы одна такая, а лучше несколько таких. Вот. Видите, была одна, две всего. Всего две полноценные. Я вот здесь отрезаю. Смотрите. Внимание. Отрезал. Жалко, без помощника. Вот. Отрезал. Теперь. Я на прививку забираю всю. Вот отсюда начинаю. То, что от меня справа. Это костер. А вот это пойдет вам. Дальше. Вот то, что осталось. Это место будет замазано. Я сейчас просто ради примера. Я потом тут же срежу еще несколько веток. Ну, так и быть. Сейчас я... Вот. Очень-очень густая мазь. Вот. Видите? Вот. Это и есть вак мастика долматого. Рекомендую. Вот. Все. Дело в том, что кроме, как обычного, ну, то, что она густая, препятствует будет последние морозы, чтобы туда не проникали, чтобы поменьше живой ткани уничтожали, она еще и антисептик. Она еще антибактериальными свойствами обладает, или септическими, как угодно называйте. Вот. То есть здесь бактериальные болезни исключены благодаря лакомастике. Ну, пока я кладу на место эту самую. И это как часть учебы. Все. Веточку сюда же, чтобы не потерять. Вот это бесценная веточка. Потом я по-хозяйски постараюсь найти еще, а может уже и нету. Вот. Почему? Видите, как она уже обработана. Ну, тонкие я стараюсь не брать, вот такие вот, не отрезать. Обижаются на меня. Но иногда говорят, ну, хорошо, давайте тонкую, тогда я высылаю. Делаю вот так, смотрите. Я должен все подрядно объяснить. Это мой бизнес. Это не шутки. Это будущее сады. Если их не калечить. Видели, я говорил, что у меня нет ни одной ветки отнизу, не отрезанных. Окусят люди, которые я считаю неправильными людьми. Если я уже вынужден вот такую отрезать, я все равно отрежу вот здесь, чтобы хотя бы на следующий год, вот видите, где отрезал, хотя бы на следующий год, опять была хотя бы одна полноценная. Ну, назовем ее условно полноценная. То есть, когда я, вот такая ветка, у меня собственные стандарты. Это значит, что она не совсем, но когда я кладу две, а считаю как одна, на меня никто не обижается. Вот, дальше смотрите. Рядышком ветка, вот по коту не отрезал вот эту. Я эту даже и не замечал. Смотрим сюда. Вот, смотрите. Вот. Теперь, что мы имеем? Вот это пойдет один к одному. А вот таких, вот таких, которые поменьше, надо две. Ой, замучаю вас, как плохо без оператора работать. Ну, знаете, друзья, еще, у меня постоянно находятся люди, которые считают, что я им всем обязан. Вот он включил фильм на моем канале, посмотрел, недоволен раз. Вот. Наймите оператора. А я же, он же мне не платил за то, что я его учу, и за то, что он заходит ко мне на канал. Сразу реакция. Ну, пришли ты мне денег. Вот. Один раз я такое сказал, обиделся человек, который сказал живьем, скажем, что я обязан. Вот. А я обязан. Ну, хорошо, давайте просто монтаж фильма, это 200 рублей девочки-помощницы, студентки, с такой большой-большой, огромной стипендией, что вынуждена у меня зарабатывать по 200 рублей за монтаж каждого фильма. Вот. Ну, так, с балостом. Детей никуда уйдем, корень не клюет, стипендия. Вот. Студентки. И вот, получается, если вы хотите, чтобы фильма было больше, мы делаем тысячами с братом, еще и брат помогает, только более бескорыстно. Вот. И, тем не менее, получается, что в основном приходится со своего кармана все оплачивать. Так что, если кто-то поможет, кто-то скажет, вы знаете, даже то, что узнал, что существует на свете феноменальная сорта, самые маленькие, когда покроются плодами, самые маленькие будут 100 грамм. А еще не попадет под заморозки, потому что так поздно светет и урожай уже в нентябре. Хотя большинство у меня в конце июля. Большинство плодоносит. Вот видите. Ну что. Я не говорю это самое. Скиньтесь, граждане, по копеечке. Дальше как там было? Я имею в виду по рублю. Я и 100 рублям буду рад. И 50. Больше фильмов будет. Ну, теперь посмотрим на вот этот вот. Вот это, поверите, я допустил этого дикаря, что он вырос вот такой вот. Как могло такое случиться? Да потому что прививка погибла. Взяла и погибла. Ну, что ты будешь делать? Я обиделся. Но топор в руки брать не стал. Почему? Это манжурский абрикос. Он бесценный. Я сделал из него маточное дерево. Как? Обратите внимание. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 пятнадцать, десять. В общем, более-менее вертикальных, полувертикальных, двадцать веток. Я могу сделать двадцать прививок. Переживается плохо. Видите? Две из двух мертвые. Три из трех мертвые. Так? Вот. Но я это назвал насыщением ментора. Само понятие насыщения ментора этот термин предложит Мичурину. И технологии ему. А я что, рыжий что ли? Я что, не могу готовым воспользоваться. Вот. Пока это было насыщение. А у меня есть такая особенность, когда руки чешутся, что есть вещи практически несовместимые. И вот первое поколение. Три из трех мертвых. Я сейчас не буду смотреть, какой там сорт. Хотя, хотелось бы. Там же бирки должны были сохраниться. Вот. Сейчас. А, ну все ясно. У меня получилось следующее. Бирок нет. Я вам так скажу, что это такое. Сейчас отломлю. А это что это такое. И почему не пошло. Это венгерка. Вот она. Видите? Вот венгерка. Вторая. Раз бирок нет, еще уделяется. Смотрите. Венгерка. И к чему я говорю? Это и слабо, слабо, слабо. И наверняка она уже мертвая. Нет. Да, мертвая уже наверняка. Это третий, последний. И тоже венгерка. Итак, венгерка на абрикосе не пошла. Не пошла, не пошла. И что я буду делать? Я снова приюю венгерку. И постепенно я приучу, почему именно венгерку и почему именно на абрикосе. Я хочу сделать гибрид сливого абрикоса. Это называется ну как баловство. Хобби, хобби, да. Вот. Сейчас я чтобы мне ага, сколько там осталось. Жалко, сейчас она сама через минуту остановится. Хотел рассказать анекдот про хобби. Вы уже догадываетесь. Вот. О чем он. Но тем не менее уже времени нет. А хобби заключается в следующем. Пусть те все будут правильные прививки. Вот. Помните прививка видите что такое правильная прививка. Вот она. Вы видите что такое прививка персика на абрикос. Результат великолепный. Плоды были. Вот она. Сбоку абрикос центральный персик. На сливе на китайской видели. В общем получается следующее. Значит скучно стало. Попробую заниматься вегативными гибридами. Ну на этом вернее не так. Еще попробую заниматься вегативными гибридами. В данном случае межвидовыми. Никогда так далеко не пасть не разевал. Кстати вот еще один персик. Ну я вижу что он живой. Никто его не укрывал. Вот. Извините. С VIS��오 So д용ьиииииииииииииииииики的си脂 ranges.